Три, два, один. 88-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье 28 февраля. Это будет завершающее мероприятие сезона «Кинонаград». В этом году, как и в предыдущей, всё традиционно начиналось с красной дорожки Международного кинофестиваля в Паум-Спрингс. За ним последовали «Золотой глобус», премия Гильдии киноактеров США, премия Гильдии режиссёров Америки и кинопремия «Выбор критиков». Шведка Алисия Викандер претендует на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Девушка из Дании». Сезон «Кинонаград» она посещает впервые. «Я слышала словосочетание «Сезон наград» и думала, это что-то вроде шутки. Я думала, что есть только «Оскар» и всё, поскольку видела его по телевизору. А оказалось, что этот сезон продолжается недели и даже месяцы». Брайан Крэнстон номинирован на «Лучшего актёра» за роль в исторической драме «Трамбо». До этого он удостаивался номинации только за телевизионные проекты. «Это очень и очень напряжённый период моей жизни. Я взволнован. Этот период одновременно и знаменательный, и изнуряющий. В процессе не замечаю, сколько трачу энергии. Но когда ложусь спать, то засыпаю за секунду. Как только голова касается подушки, я сразу выключаюсь». Джей Кей Симмонс в прошлом году получил «Оскар» за роль второго плана в драме «Одержимость». Говорит, что внезапную славу может выдержать не каждый. «В прошлом году я впервые стал одним из главных героев вечера. Но в то время я уже был взрослым. Я бывал в такой среде, и мне это голову не вскружило, так, как иногда бывает. Я имею в виду, что когда тебе 13, и тебя номинируют на «Оскар», то это может оказать негативный эффект, может привести к путанице в жизненных планах». 26-летняя Бри Ларсон – тоже новичок на красных дорожках. Слава обрушилась на неё после роли в фильме «Комната». Теперь она номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Говорит, было сложно поверить в происходящее. Советами помогла знаменитая подруга. «Я не знала, чего ожидать, поскольку никогда здесь не была. Поэтому я обратилась к своей подруге Эмми Стоун и спросила, что делать. Она ответила, тебе понравится, ты попадёшь в телевизор. Когда приходишь с мыслью, что ты попала в телевизор, то это и глупо, и смешно. Я просто наслаждаюсь моментом». Кейт Бланшетт посещала сезон кинонаград шесть раз. Говорит, больше всего в этот период она устает от звучания собственного голоса. «Приходится много говорить, поскольку «Красные дорожки» – это шанс прорекламировать новый фильм». Брайан Крэнстон соглашается. «Это правда. Тебе задают одинаковые вопросы, и ты на них отвечаешь. И в этом процессе вдруг понимаешь, что ты это уже говорил, и что снова и снова повторяешь одно и то же». Ещё одна проблема – выбор подходящего наряда. «Я встречалась с дизайнерами. Они просто удивительные и образованные люди с глубокими корнями в искусстве. Я стала очень уважать эту сферу. Сегодня для меня большая честь носить одежду от Кельвин Клайн». Ещё завсегдата и «Красных дорожек» говорят, что нужно следить за своей талией, потому что на церемониях предлагают много угощений. Если себя не контролировать, то помимо наград можно заработать и несколько лишних килограммов.